для моего канала сниму я понял как раз детьми пришли друзья собак посмотреть проходите мясо нам привезли он собак я покормил на самом деле они все сидят на своих местах сейчас пойдем как раз они успокоились сейчас пойдем подойдем посмотрите как они понимают давайте я закрою там вы прям возьмите мясо и сами покормить их как раз прямо можете да там нет тяжелой принципе коробкой возьми можем пойти там вообще не волнуйся они только оближут просто они сейчас поели я им мясом покормил чтобы они усели все на свои места а то ходит все бродит что-то ищу косточки тут сейчас все примут как своих не они у нас не успеет ведь и он они кто-то в теплице спит то где да да теплица теплица и гараж дина пойдем ко мне ко мне ко мне сейчас все придут пока идем пойдем 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 это гости идем встречать очень хорошо очень прям вообще не волнуйся они они очень вот он дина пришла облизывает он все облизывать только аккурат чтобы они но пока не понимают что это дети могут поцарапать там а так они только оближут то есть такие вот то есть гости это гости они ведь давайте а мясо уберу тогда то они могут поможешь туда вон указали нет вот как раз я хотел им приготовить я на аккуратно я это девочка только я первый раз здесь вот так прям маленький подход я не знаю как они могут поцарапать лицо они могут не понять полезть просто чуть-чуть аккуратнее а то хотя ну вроде как он чувствует это все до облизывают только эй джанна ну они не сколько к нам сколько к ней так она ниже и они это лицо облизывают она ниже из за этого видите у них психологии какой то есть вообще бояться нечего это не такие ласковые большие прям думаю что они ну не могут быть такими ласковыми да а вот на самом деле совсем другая картина нам подними этот кабель да да ну они ведь маленькие были совсем какие-то другие были а эти прям так это те это те же самые те же самые я поняла я поняла нет я в плане активности вот они маленькие то были они не такие активные были да не не они активные были просто когда им два месяца они здесь ну с ребенком там играли в мороз а сейчас еще погода хорошая мы вообще думали как собака должна нас сама выбрать а собака а собака а они тут все короче налетели да 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 и как же вас тут тут все вот кто первый приезжал два дня выбирали они гостиницу наняли оставили второй день то есть тут выбор каждый как может сделать кто-то за час кто-то за целый день кто-то за два дня может сделать вот так вот такие красоты Златка иди сюда а почему с купированным хвостом она первый помет был я думал блин их так положено а ну потом мне сказали а зачем это же ну вот этих гамперов не делают как бы хвосты не обрезают лучше только подрезают да я не знал думаю ладно сделал как у Алабаев короче сделал так ну что она симпатично ну я почему сделал думал ну с нее получу эти потомство чтобы хвостом не бил постоянно у них когда этот сзади грязно когда они рожают и хвостом бьют ходят везде сколько ей лет этой где-то 6-7 уже вот так вот они тоже такие же будут как оно да один в один могут быть покрупнее кобель покрупнее будет кобель покрупнее будет да а самки либо так либо можно пять килограмм туда сюда кобель который вот дети от него это самое был крупнее крупнее на на 15 килограмм крупнее там вообще за верюга была на 15 килограмм ну это не мало 83 килограмм было хорошее хорошее это все приживает просто как бы говорят что вот чинка лучше брать два два с половиной месяца разницы я не вижу вот то что они тогда были такими желазками нет давай объясним у нас территория не полностью огороженная вот надо понимать что я вот мне кажется я уже с ним наверно не справлю чтобы его с поводком выгнуть вот вот смотри смотри какая у него я могу вам поводок дать вы попробуете бедишь какая у него загон но они даже не прыгучие они не прыгучие кстати да ну вот они не прыгучие они вот так если у них загон хотя они уже и научились тут перепрыгать потому что мы сначала было мягко видите сильно маленькие колышки они как все вместе кушка хотят вот так ложатся она вот сюда что там не перепрыгнуть и вот они научились а так не прыгучие они ну щенки конечно хорошие папа да я вообще хотел всех оставить я что и не продавал один момент потом смотрю не времени хватает на всех надо этот ну я как бы не расстроюсь у меня видите сколько участков я каждый угол привезу я каждый угол привезу они сейчас когда вырастут они столько кушать не будут они чуть-чуть поели и им хватит пока растут сколько грамм 800 они кушают три раза в день да нет два раза все уже два раза сейчас через месяц уже можно хоть один раз кашу варишь кашу варишь да вон каша и мясо сейчас мясо давал сейчас этот вечером часика восемь вот так уже как раз темнеет уже кашки дам и все им хватит опять же до утра это я это начала территория у нас полностью не огорожена тоже девочка да это мальчик это я себе оставляю честно у меня времени нету у меня у меня пять козлов две свиньи тридцать гусей в общем вот это целая куча всего и вот бегать собаку выгуливать у меня нету времени вопрос территория не огорожена насколько можно быть уверен ну опять же наверное из-за того что собаку это надо по характеру взять дрессирования вот у меня есть которое вот которое вам понравилось она гулящая она пойдет по деревне гулять а есть которые не гулящие вот люди у нас даже не жаль они вот вот мои mid сидят если нет то она придет либо в теплицу сядет либо перед калиткой будет ждать вот этот такой же вот самец тоже не гуляющий вот вот этот гуляющий Ну, нам, наверное, девочку надо, потому что у нас сидит этот подстарьер. У них от характера зависит. Есть гуляющие собаки сами по себе. Вот даже замечали, тузики, у кого-то по всей деревне бегают, а у кого-то из двора никуда не уйдет. Ну, вот нам надо, чтобы она была дома. Надо, чтобы она никуда не уходила, чтобы у нас сидеть. Ну, я вам расскажу, у меня есть такие, которые вообще не хотят выходить никуда. А есть, которые вот только калитку откроют, рванут. Ну, то есть я вам тогда буду советовать тех, которые, я уже заметил, что они здесь, ну, не любят бегать. А во-вторых, надо понимать, как она будет вот со скотиной, чтобы птицу не трогала. Отлично, отлично. Если вы один раз вам пойдет играть, да, как с кошкой, пару раз они напали поиграть. Ну, они не агрессивные, они сейчас, у них такой вот, они лишь бы поиграть. Видите, вон кошка сидит. Вон, они сначала нападали, а сейчас все, они просто идут к ней и играют. Вон она вся в сольмях. Она облизана. Они как поймают, начинают делать, тискают. Они сами не сруняты, да? Нет, так-то нет. Когда просто, ну, сильно много играть с кошкой, она облизана и всегда домой приходит. С кошкой они, да. Они тискают ее все. Она очень эта, любопильная, очень. Очень. Это львица я ее назвал. Она, этот... Это будет вообще шикарно. Ее на разведение только взять. Вот такая она. Я ее хотел себе оставить, а потом сейчас вот этого хочу себе оставить. Красного. Вон того, который пониже. У нее характер сильнее. Она такая, самая главная тут она. Вот мне такой нужно, чтобы был самый главный во дворе. Она скоро... А вот смотри, мне кажется, тип шерсти у них какой-то все равно разный. Да? Вот это такое. Другая, да. У этого другая. А папа какой был? Такой, что ли? У папы был как у красного. Да. Вот похоже. Видите, красный есть. Ну вот у нее-то вот прям шерсть-то совсем другая. У этой другая. У папы был вон вот красный. Один в один. Могу папу показать. Джана, хватит. Джана. Джана, ко мне. Джана. Идем-ка. Идем. Это приправы. Идем. Джана, хватит. Вы держите, а то вдруг упадет там скользко. А вот это вот кто? Это мальчик? Не, может она погулять, просто придержитесь, мало ли, чтобы не упал. Я переживаю за это. Вот видишь, она тебя полюбила. Она всех любит. Она очень любая, обильная собака. Очень. Она сама по себе с детства такая. У меня друзья пришли с ними поиграть. Этот еще маленький, только глаза открыл. Облизывает и облизывает. Они взяли, говорят, все, возьмем. Мама их не разрешила, они обратно мне. То есть вот так. Такие собаки. Что сказать, сами видите. Все активные, здоровые. Самое главное, и холода не боятся. На снегу спят. Маркуль, что же скажешь? Мне нравится? На. У нас еще есть Данила. Еще один. Вот пристают облизывать ее. Кто связался с этими собаками, сейчас только их и хотят. Вот, ну, из крупных пород. Эй, Джана. Потому что они знают, когда ты недовольный. Крикнешь на них, они понимают, что нельзя так. То есть вы как себя ведете, да, вот, как бы, крикните, не бойтесь. Прям, прям, нельзя, все. Они знают, что нельзя. Там, молодец, все, значит, можно. То есть вот так. Два команды им хватает, знать. Можно, нельзя, все. Ко мне можно гулять, все. Ну, круга четыре. А так вот так сидеть, то, все, это уже на ваше усмотрение особо роль не играет. Как бы они в этом плане все, все, облизались. Возьми ее, давай. Камни, 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 камни. Я не могу. Ну, можешь взять на руку. Ну, да, она во-первых вырывается, а во-вторых вырывается. Камни, камни, камни. Вот, а мы сейчас суп как раз будем им готовить. Вот так вот. Люди молодцы. Все семьей хотят выбрать. По деньгам сколько ты сейчас так хочешь? 35. Дороговато. Ну, они уже на 20 как минимум сели, сам понимаешь, уже взрослые. Вот сейчас будут маленькие, я их хоть по 15 буду продавать. Прям мелкие-мелкие коробуты. А этих уже не жалко прямо. Сильно. Ну, вы как бы, если будете эти привыкки с маленьких лет делать, там, кормить, я же этими кормил сначала. До 40 месяцев, до 40 дней я специальными кормами дорогими кормил, как бы. Это часто хоть что кормить. До двух месяцев это очень сложно их содержать. Чтобы ноги всех ровные были. Это надо специальными кормами поднять их первое. Ну, как к этих... Аня. Птицей занимаетесь там. Первоначальный корм же дорогой. Вот, типа, вот такого было у меня. То есть, как есть, говорю. Я не то что... Подержи ее возле себя. Подержи ее возле себя. Подержи ее возле себя.